Добрый день, продолжается эфир на 101.0 Приветствую вас, меня зовут Владимир Сметанин Вообще май очень насыщенный на разного рода примечательные, памятные, радостные даты Вот грядет очередная из них 26 мая, как известно, будет День российского предпринимательства И в преддверии этого праздника мы будем общаться с Александром Журавлевым Генеральным директором Кировской областной типографии Александр Васильевич, добрый день Добрый день, добрый день, радиус слушателей в том числе В том числе будем говорить сегодня о взаимодействии и о работе Кировской областной типографии с предпринимательским сообществом Не секрет, что корни Кировской областной типографии уходят вглубь времен История печатного дела на Ветке началась еще в конце 18 века По официальным данным, с тех пор наша страна и наш регион пережили много непростых моментов И печатное дело и о типографии всегда находилось в одной связке И сегодня мы начнем с таких обзорных данных о Кировской областной типографии Чем она занимается сейчас, что представляется на сегодняшний день Безусловно, о работе с предпринимателями тоже поговорим Итак, давайте начнем Познакомьте нас с учреждением, которое вы возглавляете в настоящий момент Добрый день, еще раз удовольствием познакомлю Сейчас я возглавляю все-таки не учреждение, а предприятие Предприятие, ну простите, мы как-то журналисты привыкли искать просто синонимы, чтобы не повторяться Это нормально Да, на самом деле наша типография существует уже очень давно В прошлом году, в минувшем, мы преодолели рубеж 220-летний И идет 221 год жизни предприятия Был юбилей Создалось предприятие на самом деле слегка таким казусом Ну не казусом, точнее, а есть у нас в нашем государстве такая регулярная особенность менять законы И вот в 1797 году был издан закон о цензуре, собственно говоря И благодаря этому закону создалась типография То есть был царский указ, что для исключения неудобств, которые встречаются от свободного книгопечатания Утереть цензуру и в том числе дозволялось при губенских правлениях создать типографии, чтобы было все подконтрольно Вот так, собственно говоря, и создалась типография, благодаря цензуре, которая просуществовала там около 100 лет и потом прекратилась Неожиданно Да, на самом деле неожиданно Это тут такая особенность истории нашей российской и нашего КПТ в том числе Да, и еще добавлю чуть-чуть Значит, типография создалась и организовалась она в здании присутствующих мест Ну, то есть при тем временам это было управление пятской губернии И был поставлен надзирателем, точнее, был надзор поручен советнику губернатора, секретарем губернатского управления Ну, в общем, серьезное дело-то было Конечно Человек, который возглавлял в то время это предприятие, он был одним из первых в губернии На самом деле в то время, вот слова, которые позднее уже обрелись в такой форме четвертая власть То есть СМИ и типография, это было неразрывно Четвертая власть тогда была наверняка очень-очень весомой Если бы брать более поздние периоды, как далее развивалось предприятие? Да, конечно, разные были периоды в жизни предприятия Первые лет около ста, ничем особенным не выделялась типография Но роль личности в истории, вы знаете, что на самом деле очень весомая Несмотря на фразу «незаменимых нет» Дальше пришел руководитель, который смог сделать такой рывок по нынешнему, наверное, сленгу И предприятие стало лидирующим где-то через сто лет после своего основания только лишь Конец 19-го века уже Тогда уже был рынок типографский, салонный Давайте озвучим все Были уже частные типографии И поэтому была необходимость, такой человек пришел и типография стала ведущей в полном смысле этого слова Ну, как известно, рубеж 19-го, 20-го веков, это всплеск, в том числе, печати периодики Да Как известно, огромное количество газет, изданий и так далее Да Ну, долгое время у типографии задача с мной была Это печать бланков для того, чтобы документы обороты обеспечить И печать... Государственная задача Да, да, печать газет Это был тоже один из немногих информационных организованных каналов в государстве Ну, и, естественно, похожая на нынешнее время продукция тоже была Там аптечная этикетка, вот у меня форма стоит печатная в старинном кабинете Аптечная этикетка тоже была необходима для того, чтобы... Это уже работа с частниками Уже с частниками, да, все верно Причем эта печатная форма, она конца позапрошлого века стоит у меня Каменная, старинная форма, как раз соответствующая технологии тех времен Кстати, раз уж мы задели исторические вопросы Может, музей есть в рамках... Нет, музея нет Музей нет Есть задачи сфорографировать? Вообще, конечно, наверное, стоило бы на музее задуматься Но для музея нужно помещение Так случилось, что 10 лет назад типография практически осталась без своего помещения В котором оно жило 212 лет Вынуждены были переезжать на более стремные площади И, дай бог, было сохранить технологии, которые нужно было сохранять Коллектив, которые тоже нужно было сохранить Было не до музея Сейчас немножко полегче встает Ну, наверное, мы доживем, созреем до того уровня осознания И музей организовать тоже Пусть скромный, небольшой, но тем не менее Ну, пока, видимо, такое преддверие музея ограничивается вашим кабинетом В том числе Хорошо, по советскому периоду, если пройтись Ну, советский период, я думаю, что традиционно, как и многие предприятия То есть, исполняла функцию, которую так или иначе возлагало государство Естественно, в годы Великой Войны тоже играла немалую роль Очень много газет эвакуированных печаталось в наших типографиях Там тиражи доходили до 150 тысяч Я вот сейчас даже не могу себе представить предметно Как теми мощностями можно было те тиражи выдавать Это вот тираж сравнимый с тиражом наших многотиражек городских и областных Тогда вот это в 40-е годы делало типографию тоже Ну, это стоило, конечно, больших усилий, большего напряжения Ну, и в период советский, там, послевоенный Когда был, по сути, расцвет такой индустриальный в нашей стране Естественно, была череда бесконечной модернизации Технология развивалась И с времен первопечатников, когда были деревянные буквы Сейчас полиграфия может воспроизвести такие шедевральные вещи Что, ну, я думаю, что основатели и не задумывались, естественно, об этом И постепенно типография росла Было постоянно какое-то обновление, какой-то рост А если говорить о 90-х годах, если вот так поподробнее остановиться Смутное время во многих отношениях На мой взгляд, 90-е годы для типографии были практически золотыми Потому что тогда начинался рынок Тогда была востребованность в рекламе Рекламы-то было мало Тех, кто может предложить что-то изготовить, тоже было немного И тогда типографии живось легче Ну, какого рода реклама, давайте напомним Это вывески всевозможные? Нет, не вывески Если помните, где-то в году, наверное, в 93-м появились частные газеты рекламные А, которые доставлялись по штановщикам То ли всем, то ли как, презентация газеты Ну, вот аналогично Которая существует до сих пор Да, некоторые существуют до сих пор Это же заражался рынок Под этот рынок нужно было, можно было расти И типография росла Начиналось там разнообразие появляться товаров На самом деле там начали пестрить витрины всякими разными Ну, когда импорт хлынул к нам, да, в том числе Ну, в том числе импорт хлынул В том числе импорт, который начинал оседать в России своим производством Он тоже требовал полиграфической продукции И тогда и типография тоже чувствовала себя Когда еще не было конкуренции такой большой Она чувствовала себя намного свободнее, чем сейчас Сейчас, конечно, насыщенность, она такая сбалансированная С точки зрения насыщенности потребностей И насыщенность предложений А, кстати, как тогда типография помогала предпринимателям Влиться в нужное русло А конкретно преподать упаковку В том числе рекламные какие-то материалы Потому что, на мой взгляд, мало кто себе это представлял Как это должно было быть Должны были специалисты, чтобы подсказать грамотно Типография помогала, действительно? Конечно, помогала В 2000-х годах Начало 2000-х годов, конец 90-х годов Очень много работало с нашими предприятиями производствами Пищевыми производствами Можете всем корректно говорить Спиртоводочные заводы, например Разные, помните, были у нас разливочные цеха по козировке Это был очень большой рынок И в одно время типография специализировалась на этикетке Покупала оборудование под этикетку Эти вот заводы, которые на самом деле много работали И поставляли продукцию за пределы области, очень много Потом этот рынок поменялся И сейчас в этикетке практически очень слабо представлены Нет потребности Она ушла в другую технологию В какую? Она ушла в офлекцию технологии Поясните? Руломные А, рулонные? Руломные, да Другая технология У нас все-таки У нас нет технологий По крайней мере, пока Зарегаться не будем Но что-то мне подсказывает Потому что вы не считаете это направление неперспективным Именно этикеткой Да, не считаю Но нужно измерять свои силы Нельзя объять необъятное И все-таки я стараюсь постепенно как-то двигаться Чтобы можно было выполнить задуманное Когда распылишься, ничего хорошего не получится Вот мы уже плавно подобрались и к современности И так напоминаю, что я беседую с генеральным директором Кировской областной типографии Александром Журавлевым Давайте мы опишем сейчас тот спектр услуг Который предлагает наша областная типография В каких направлениях вы работаете? Прямо сейчас Частично повторюсь Это рекламная председательская продукция Начиная от визитки рекламных листовок Буклеты, каталоги Многие предприятия к юбилею своему изготавливают книги Это, кстати говоря, очень востребованная такая вещь И в своей работе Книги, где описывается история предприятия Его развитие за последние предприятия Да, за какой-то юбилейный период Либо за последнюю пятилетку Либо 10 лет, если это уже солидный возраст предприятия Либо на самом деле там все 20 лет А сейчас очень многим предприятиям 20 лет То есть вот в современной жизненной экономике Как раз примерно такой срок За весь период И наш подход как раз в том и состоит Что когда к нам приходят Многие приходят первый раз И они не представляют на самом деле детально Что это такое, что можно сделать У них есть какое-то представление по аналогичным вещам Может быть не самого высшего класса Или там чуть устаревшими И бывает такое, что придет там кто-то Из ли руководителей Или там союзный лидер Мы решили сделать книгу У нас юбилей Вот там что-нибудь такое простенькое Вот у нас тут накидали Так, так И мы очень часто убеждаем Вот в вашей юбилей не каждый год бывает Не каждые пять лет Давайте мы чуть-чуть больше положим труда Чтобы получилась достойная вещь Которая потом гордиться будет И очень многие Большинство соглашаются И мы убеждаем их в том Чтобы сделать хорошие вещи Качественные А расскажите, Леонид Васильевич, поподробнее Вот да Вот пришел человек Вот хочу вроде Знаю, а вроде не знаю Ну да, вот что-то здесь Немножко начертил, нарисовал У вас есть специалист, который садится? Есть специалист Значит, скажите Во-первых, нужна идея Идея, это естественно Мы ее берем от того, кто пришел Идею, что он хочет А дальше уже вопрос воплощения Как в любом деле Полиграфия тоже должен быть Здесь, который представляет Как можно это реализовать То есть должен быть дизайнер Должен быть технолог, который подберет материал Наиболее выгодно Подающий именно ту тематику Которая есть То есть если книга Это на самом деле является До сих пор еще верхом Полиграфического искусства То есть это продукт Самый сложный из всех Больше операций, чем в книге Нету ни на одной Полиграфпродукции То есть эти моменты Все нужно учесть Цвет, фон, бумаги, обложки Тиснение, размер шрифта Его начертания Чтобы все сочеталось Именно с тем О чем пишется И чтобы это еще было Наверное, не похоже На предыдущую работу Конечно, обязательно 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 У нас в штате Четыре дизайнера Которые работают постоянно Целый рабочий день Вы их наверняка Не знакомите с работами Друг друга Чтоб они Подсознательно Не слезали людей Они сидят почти все В одном кабинете У них у каждого Есть свой стиль В любом случае И мы в том числе Когда берем от заказчика Работу Задумываемся Кому отдать То есть Кому ближе Кто сделает Что-то такое Более шеверальное У нас они все Работают очень хорошо Качественно работают Все равно У каждого Есть свой стиль И мы стараемся Учитывать Так Обрисовали подробно Это направление работы Давайте продолжим Ну Из того Что хотелось бы Еще отдельно отметить Одно из последних Серьезных предложений И серьезных усилий Которые мы Прикладываем Это Мы Сейчас развиваем Активно Картонную блоковку То есть Еще Полтора-два года назад Мы очень слабо были Представлены В этой нише А что послужило Толчком Да Сподвигло Именно этому Опять же Изменяющийся рынок То есть Это та ниша Которая По нашим технологиям Является сейчас растущей Которой Потребность Увеличивается И Логично В ней развиваться То есть Вопрос опять-таки От бизнесмена Конечно Да Уж поскольку Мы говорим Что в преддверии Дня предпринимательства Это все Естественно Востребованность То что предлагаешь Это самое главное Как искусство Ради искусства Оно Особо Думаю Никому не интересно Такие предпринимательства Ради самого себя Никому не интересно Это самозанятый человек Получается уже А предприниматель Ну наверное Обязан исходить Из потребностей Рыночные отношения И это Картонная упаковка Она в каких видах продукции Используется Например Чтобы привезти Каждый из нас Покупал Например Пельмени Каждый из нас Покупал Например Шоколадку В картонной упаковке По поводу Пельмени В картонной упаковке У меня сейчас Один известный Наш производитель Приходит на ум Это ваша работа В том числе В том числе Ага То есть Разные вещи На самом деле Можно упаковать Мы работаем С нашими химиками Местными Различные препараты Для ухода За растениями Им тоже нужна Упаковка Красивая Упаковка Продающая Чтобы Их заметили На полке На самом деле Это очень-очень Разнообразно В двух словах Не скажешь Ну понятно Упаковка Но все мы знаем Что она собой Представляет А разработка Ее дизайна Как она выглядит В этом тоже Вы можете Помощь оказать Да Вот совсем Недавний факт У нас есть Наш партнер Который является Оптовым Продавцом Упаковки Типовой Если допустим Просто Блистерные коробочки Просто Коробка Которую можно Складывать Все что угодно У него есть Контрагент Который делает торты Покупает ему Блистерную упаковку И Мы Предложили Покажи ему Обещайку На упаковку Блистерную Чтобы Не просто Тортик был виден А Рецепт написать Что еще написать Это С другого региона Производитель Они предложили Мы разработали дизайн Вот этой обещайки Они Они Значит Организовали Общение Наши друг с другом И у них Продажи выросли Существенно Они сами Не ожидали Производительства Выросли продажи И они к нам Пришли с следующим Тиражом Буквально через Три недели Им не хватило Той потребности Которую Решение на два месяца Да Это позволило Продать товар То есть И в том И есть Наша основа Чтобы заметили Мы сделать должны Так Свою работу Чтобы вот эта Упаковка Или книга Ну не важно Что Чтобы она была Замечена Чтобы к ней Внимание Привлеклось Настолько Что вы захотели Взять Вот тут Очень важно Что бы вы еще Раз повторили И подсказали Бизнесменам Даже если Предприимчивый Человек Уверен в том Что его продукция Выглядит безупречно Ему безумно нравится Его семье Это нравится Супруги Дети Не все так Может быть Как он себе Представляет Взгляд со стороны Он отличается В любом случае Вы обладаете Тими специалистами Которые действительно Могут подсказать Да Которые могут Выслушать Как-то это Преобразить В то Что можно Продемонстрировать На кажущейся Плоском материале На бумаге Картоне И будет Будет лучше Хорошо Еще сейчас Затрону Такую большую Тему Многие Наверное Более современные Более продвинутые Люди Подприниматели Считают Что мне достаточно Интернет рекламы Вот я там Мне Веб дизайнеры Сделают Это все Свояют Это все будет Безусловно Работать Никакой печатки Мне не нужно Того Что можно Получить В руках Потрогать Поверить В таблине Вот как это Прокомментируйте Позицию Еще лет Пять назад Таких становилось Каждым Днем все больше Бум Когда интернет На самом деле Он только Входил В свою силу Любое Вхождение В рынок Сопровождаться В том числе Неким Демпингом Это почти В любой Отрасли То же самое Было С интернетом Он входил В рынок А сейчас Интернет реклама Она Ничуть не дешевле Чем обычная Печатная реклама Или там Радио Телевизионная реклама И Предприниматели Которые Это уже поняли Ну точнее Они естественно Это уже поняли Которые Серьезно Задумываются О способах Продвижения Они используют Все каналы И Солидные предприятия Ну и не только И частные предприниматели Которые только начинают Очень много Уже Таких Образованных людей Они Полиграфию Не отметают Ни в коей мере Это Та вечная вещь Которая Не зависит Ни от чего Может быть Своим Проциальным клиентом И стоимость Общения с клиентом Стоимость входа Она Стала Сопоставима Вот с этим Модным интернетом А что это может быть Как может выглядеть Печатная продукция Это календари Ну то что Ты можешь презентовать Клиенту Как-то поддерживать Тут есть Две категории Две Значит Есть То что Календари уж Извините То что вы говорите Календари И Ну это на самом деле Такой Некрупный продукт Небольшой Он недорогой Ну вот наши партнеры Например Наши радиостанции Они нам регулярно Дарят под какую-то Такую сувенирную продукцию В том числе календари Нам безумно приятно Честно говоря Мы пользуемся Пользуемся Есть Продукция Недорогая На каждый день Которую Ну должен иметь Предприниматель Который общается С своими Пациентами Ну почти регулярно Там В магазине Это дисконтные карты Например Да В секторе Битуби Это какие-то там Мелкие подарки Там не знаю Кубарики Там Ручки Еще что-то такое Вот это такой Сектор недорогой На повседневку И есть вещи Презентационные То есть там Выставка начинается На авторитет Ты должен показать Все лучше Что у тебя есть Это лучше нужно Суметь продемонстрировать То есть найти Такого партнера Который поможете Продемонстрировать У нас есть Очень хорошее предприятие Мебельной промышленности Очень хорошее У нас есть Там Федеральные уровни Предприятия Есть Ну Аналогичные Которые Которым нужен потребитель Которые Хотят до него Донести То Что Чего не достигли Представляете Там Нарисовать На бумаге Не просто То что там Сделано из дерева И там Из металла Мы как раз Стараемся Продемонстрировать Эти вещи Это уже Такое Подороже Продукции Ну И уж безусловно Эти вещи Нужно предусматривать Когда Предприятие Уходит на Всероссийский уровень Какие-то проводятся Выставки Презентации Демонстрация Продукции Обязательно Да Вы рекомендуете Все-таки Ну Вообще Предусматривать Нам даже не нужно Рекомендовать Потому что Если Предприятие Или предприниматель Об этом не задумывается И этого не имеет Он в конце концов Не достигает успеха Он к этому придет сам Мы лишь можем ему помочь Мы своей Допустим Там Рекламой Своего существования Можем ему напомнить Что можно еще и так Себе продемонстрировать Я считаю Что все-таки Ну Наша Основная Это работа Найдя Такого человека Помочь ему Об этом задуматься И сделать так Чтобы он получил То, что его Продемонстрирует Не нас Как типография Именно его Каллиграфия Это слуга экономики Живет хорошо экономика Хорошо живет слуга Это нормально Среди Ваших клиентов Партнеров С которыми Вы работаете Как много Все-таки Новичков Начинающих Предпринимателей Появляется Расскажите об этом Потом Много Что за поколение Приходится Я не часто Не часто Непосредственно Общаюсь С этими людьми Но Вот Вы видите Что сейчас У нас развиваются Сети С одной стороны Продуктовые сети Ну и не только Продуктовые сети И одновременно С ними сейчас Сливается Очень много Мелких Пекарней Суши роллы Кофе на каждом Могу Кофе на вынос Все остальное То есть Вот такие Такие люди Которые Инициировали Такой бизнес Они приходят К нам За рекламу Мы делаем Очень много Рекламы Роллов Печатаем Например Делали рекламу И пекарем С их продукцией То есть Это мелкий бизнес Самый маленький То есть Даже может Одиночки Может быть Ну либо Маленький-маленький Коллектив Три-пять человек То есть Нет такого Что там Мы На чем-то Специализируемся Жданием Только Не знаю Федеральную Компанию Нет Мы для всех Можем Что-то Предложить Интересный вопрос Вы Такую личную Ответственность Как руководитель Предприятия Чувствуете За то Как будет Продвигаться Затем Бизнес Будет ли у него Все в порядке Вообще Полято Что нужно Работу свою Хорошо Если вы Сделали Хорошо Сделали Работу Очень Часто Бывает Что люди Приходят Почти В последний Момент У них Остается В неделе До Выставки И что-то Такое И конечно Невольно Соучастие Проявляешь Потому что Когда возникает Сложный Момент Доходит До Вытишь Что-нибудь Сделайте Чтобы Успели И потом Звонишь Спрашиваешь Все ли получилось Все ли хорошо Успели Не успели Даже Нам приходилось Делать отправки То есть В ангар Уехал У предприятия Монтировать Стенд А мы Договариваемся Отправляем На ЖД вокзал В Москву Каталоги Чтобы они могли Утром Метнуться на вокзал Взять В день открытия выставки В Москве Это все уже было Естественно Когда такое Непосредственное Участие есть Переживаешь Предпринимателям Чуть позже Еще вернемся Безусловно Хотелось бы еще О политической роли Поговорить Кировская областная Типография У нас активно Достаточно Выборный период В последнее время И в стране И в регионе Ведь типография Тоже имеет Непосредственное отношение К этому К всему Имеет Причем она имеет С двух сторон Одна сторона Которая Присто всем на виду Когда четвертая Гиппродукция Она где-то печатается Естественно Мы ее изготавливаем И хочу подчеркнуть Что мы на самом деле Не ангажированы Ни одной из Групп политических Движений Все То есть мы Занимаемся Чистым видом бизнес То есть тут нет Никаких-то у нас Там Предпочтений Работаем так Как должно работать Предприятие Выполняющее Изготавливающее Какую-то Какую-то вещь Какой-то продукт Вторая сторона Которая Не так видна Но тем не менее Она очень важна Усилия по модернизации Предприятия Привели к тому Что мы являемся По указу президента Изготовительные бюллетени На территории Кировской области Это Очень серьезная работа Бюллетени, которые попадают На наши избирательные участки Они к нам Не из Москвы Приводятся Они печатаются Кировской областной И так далее Они же защищены Соответственно Чем образом Соответственно Естественно После нас Еще есть защита Которая от нас Никак не зависит Но и мы Свою лепту Вносим То есть Внедряем определенные Элементы защиты Внутрь Файла Чтобы можно было Идентифицировать На какой-то случай Наш и не наш Что потребовалось Топографии Приобрести Ну потребовалось Для соответствия Этим госстандартам Во-первых Потребовалось быть Современными Для этого У нас существует Имеется оборудование Все Которое позволяет Качественно Стабильно выполнять То есть Нам нужно Во-первых Очень быстро Это сделать Нам удается Буквально Три-четыре дня На миллион С лишним бюллетеней Это минимум Либо если выборы Там разноуровни То это может быть Четыре миллиона Бюллетеней За четыре дня Сделать Быстро Качественно Без каких-то Сбоев И разложить так Чтобы они были Не перепутаны То есть Потребовалось Быть не просто Организованными Потребовалось Тот авторитет Который нарабатывался Наверное Десятилетиями Предущего поколения А вообще Техническую базу На сколько часто Приходится обновлять Я работаю Почти десять лет Директором Типографии И с тех пор У нас Не осталось Ни одной Печатной машины Которая была В одновременном Приходу То есть мы полностью Обновили печатный пар Полностью По технологиям Подготовки к печати Печатные На две трети Обновлено После печатной Оборудование Дольше служит Потому что оно Такое Менее специализированное Но тем не менее Процентов Наверное На 30-40 Тоже уже Обновилось Десять лет Вообще Цикл Лет 15 Когда требуется Практически Полное обновление Мы привыкли к тому Что сейчас Технический прогресс Шагает Семьми минными Шагами В общем-то В печатном деле Тоже Нужно постоянно За этим следить И интересоваться Новинками Чтобы соответствовать Хорошо О социальной Роли типографии Тоже хотелось бы Упомянуть Политику Внутри предприятия Мы кстати Не рассказали Сколько Под вашим Посредственным управлением Работников Находится Около 100 человек Около 100 человек Около 100 человек Да Ну Вы же знаете Что Наш 5 из 5 из Историй В том числе Советский период Когда Была активная Работа профсоюзов Создавались Какие-то традиции Вот у нас В том числе Благодаря на то Что мы сейчас Частное предприятие Есть Цвет ветеранов Который мы поддерживаем Своим финансированием Который живет Своей жизнью С нашей поддержкой У нас Есть профсоюз У нас Есть социальные программы В том числе Дети наших сотрудников Получают компенсацию За летний отдых Примерно Четверть Пятер Стоимость Пятерки Мы компенсируем Ну и много Других моментов Там Материарной помощи Все остальное Мы постарались Сохранить Исходя из За той ситуации На которую мы Можем финансово Гарантировать Какие предъявляете Требования К своим кадрам Внутри Есть Какие-то Корпоративные Правила Своя Этика Я знаю Что вот Откровенно признаться Да Мы с вами встречались Не так давно Да И вы говорили Что у вас С курением На предприятии Да Мы боремся Мы стимулируем Чтобы понятный всем Пример привести Стимулируем Отказ от курения То есть Человек отказался от курения Он получает доплату В зарплате Вот Условия Чтобы именно Во время работы Ну я не считаю себя В праве лезти в личную Уже если человек Где-то на празднике Может себе позволить Ослабиться Во время работы Мне просто нужно От сотрудника Его Его работу Я вообще Не знаю Может там не скромно Я трудоволик Наверное Сам себя считаю И трудолюбие Это наверное тот Самый главный критерий Который мне Ну может явно Неосознанно Больше всего В работниках Оценивается С моей стороны Вот и все Самое главное Ну и профессионализм Он от трудолюбия В конце концов Появляется В первую очередь Да Желание работать И желание работать С продуктивным Остается буквально Минута-полторы До завершения нашей беседы Это Александр Журавлев Генеральный директор Кировской областной типографии Возвращаемся к предпринимателям И вспоминаем об их О вашем профессиональном празднике О вашем Да 26 мая Пожалуйста У вас есть возможность Напрямую обратиться К людям дела Да Это конечно Редко бывает такое Ну кроме Пожеланий банальных Здоровья и удачи Которые естественно Присоединялись Я хотел бы пожелать Чтобы всем предпринимателям Независимо от размера Их бизнеса Быть востребованными Как я уже говорил Иметь надежных партнеров И самим быть таковыми Не уповать на закон Банкротство Которое сейчас Дает слабину А делать Выводы И вести себя расчетливо Чтобы добиться успеха Того Который был задуман Когда они вставали На вот этот вот Стижок предпринимательства Ну и еще хотел бы Пользуясь Совпадением Сегодня во многих школах Последние звонки И выходит новая смена Которая нас когда-то Заменит Чтобы они О предпринимателе Думали не как о барыге А как о человеке Который тоже трудится Который создает Что-то нужное И для себя И для своих подчиненных И для общества Спасибо От предпринимателя Если видимо Уже произношу Эту благодарность Александр Журавлев Генеральный директор Кировской областной Типографии Я думаю Что в конце программы Все-таки Необходимо напомнить Ваши координаты Ленина 2 Да Ленина 2 В район Старого моста Есть все для того Чтобы комфортно Заказчику было У нас остановиться Автостоянка Есть сотрудники Которые работают Весь рабочий день С 8 минута До 6 вечера Есть Петронная почта Интернет Телефон Все в наличии Обращайтесь Да я могу Как раз таки Подсказать Я как раз На сайте нахожусь Кировской областной Типографии Printkirov.ru Все верно Да И телефон 38-34-34-34 38-34-34 Спасибо Успешной деятельности Вам спасибо До свидания Спасибо за субтитры